здравствуйте друзья я приветствую вас на канале моя дача сегодня 23 января и по лунному календарю которому я обычно придерживаюсь сегодня луна созвездие рака а это очень плодородный знак среди всех созвездий у посеянных семян в раке хорошо развивается корневая система теперь о сроках посева можете сказать что 23 января это слишком рано сеять сладкий перец но хочу провести небольшой подсчет высаживать готовую рассаду планирую в конце апреля во второй половине апреля связи конечно с погодными условиями как нам разрешит погода и так посчитаем где-то 15 дней апреля потом начнем отсчет с конца 15 дней апреля 31 день марта 29 дней февраля ну и плюс где-то 10 неделю 10 дней уже января для прорастания и замачивания ну и в среднем где-то получается приблизительно 75-80 дней может это и много но если что-то пойдет не так по плану у меня будет еще время повторно сделать пассив где-то в феврале так сказать запасной вариант почему я планирую высадку рассады в апреле мой регион это юг украины и в мае и даже уже в конце апреля и в мае наступает жара где-то температура 25-30 и выше градусов это конечно для опыления перчиков цветов перчиков это очень и очень плохо и так приступаю к работе перед вами все мои перцы семена перцев которые я с которыми я уже вас познакомила где-то несколько дней тому назад так на каждом есть номер 413 на каждом у меня есть номер и вот теперь перед тем как замачивать я хочу протравить семена потому что все у меня семена белые светлые поэтому сильно даже сильно сухой получается и поэтому я их буду протравливать в перекиси водорода 3 процентном я приготовила вот такие емкости приготовила что за емкости вот это такие крышечки из-под детского питания думаю что это очень удобно положила сюда определила написала все номера вот на этих дисках ватных и теперь буду замачивать замачивать так но прежде всего я уберу потому что вначале я хочу засыпать не засыпать вначале я хочу залить перекись и только потом сверху разложу семена если сделать наоборот то семена под жидкостью она может разлететься в разные стороны в каждой я приблизительно буду наливать вот такую десертную ложечку надеюсь у меня хватит 1 2 2 2 Так, номер один. Номер один у меня полаинского бобора, который я вам только что показала. Я не буду много замачивать, приблизительно 4. Это 4 прошлогодние, а теперь я открываю свои. Вот так. Вот так. Вот так. так какая-то семечко выпало я ее выбрасываю теперь второй номер у меня вини-пух они тоже очень пересушенные тем более что они не такие молодые не такие свежие так 3 у меня анастасия итак друзья я буду заполнять все крышечки до 10 перца точнее до 9 перца а вот 10 перец я вам покажу отдельно и так друзья я разложила семена и сказала что 10 это мне будет особый перец а особый перец это вот я вчера супермаркете купила вот такой перчик под названием рог бараний рог и вот теперь я хочу с него взять семена и посеять на рассаду прошлом году я делала такой эксперимент с красным перцем и с желтым перцем и с горьким перцем и вот теперь я хочу сделать еще один раз надеюсь что у меня получится семена ну совсем свежие вот дела тут сначала и вот возьму где-то середины какие они беленькие красивенькие так теперь я еще раз залью перекисью чтобы они буквально плавали вот 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 Теперь я эти перцы оставляю где-то на полчаса. 10.08 на полчаса. Где-то будет у меня 35. А этим временем я пойду буду подготавливать тару, в которой я буду уже замачивать протравленные семена. Итак, друзья, пока у меня протравливаются мои семена, я подготовлю водичку, в которой я буду проращивать, замачивать семена. Итак, вот у меня пол-литровая баночка воды. Это не просто вода, это дождевая, структурированная вода, она была льдом, а потом я ее разморозила, и теперь вот такая у меня есть водичка. Я подогрела, она тепленькая. Так, что я буду использовать? Я буду использовать вот этот стимул. Стимул для прорастания, энергия прорастания. Так, значит, по рецепту надо один колпачок, здесь 6 миллилитров, на литр воды. Мне этого не надо, это слишком много, и поэтому я взяла пол-литровую баночку, на пол-литровую баночку я возьму всего лишь 3 миллилитра. Даже, да, 3 миллилитра. Вот я отмерила, и теперь я буду набирать. 3 миллилитра немножечко сброшу. Вот получается, вот 3 миллилитра вот этого удобрения, укоренителя. Это специально раствор для замачивания семян. так, посмотрю на время, время еще 26, еще где-то минут 10. Замачивать буду вот в такой таре, обратите внимание, у меня там в середине лежит градусник. Эта тара стояла у меня на батарее. Так как у меня частный дом, я немножечко уменьшила отопление, газ, и теперь и положила сюда, и у меня здесь 26 градусов. внутри 26 градусов. На дно я положила просто туалетную бумагу. По истечению времени я все вот эти вот виски аккуратненько переложу сюда. Так, подождем еще 5 минут. Ну что, буду приступать уже к работе. 33 минуты. Ну, считаю, что вполне достаточно. Так, теперь я вот эту тепленькую воду, она еще не остыла, налью сюда. так, и теперь беру каждый диск, немножечко отожму, воду, воду, воду. вот, я вот, и вот так положу вот так вот у меня получилось и я сюда немножечко добавлю еще водички закрываю крышкой и иду ставить на батарею и я вам сейчас покажу какая у меня батарея и где они будут стоять друзьям я поставила прямо на батарею я сегодня измерила температуру батареи у меня было 30 градусов теперь я вот этот вот градусник положу прямо середину и буду проверять сейчас у меня на градусники 25 градусов а мне надо 2728 если будет градус подыматься до 30 я сделаю проложу под дно емкости ну картон может картон может какой-нибудь пенопласт все это будет потом видно теперь это все закрываю и на нее ставлю дату когда я эту работу сделала вот так друзья на этом я заканчиваю свое видео надеюсь она будет вам с пользой и поэтому пишите мне комментарии может быть вы видели какие-то ошибки в моей работе можете об этом не написать ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и заходите ко мне в гости потому что продолжение работы с рассадой семенами перцев и рассады продолжается до новых встреч то есть это с до 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 Продолжение следует...